Школьники Западно-Казахстанской области наденут форму темно-синего цвета. Как рассказали в областном управлении образования, общие требования к школьной форме в Казахстане в новом учебном году не изменились. В регионах Республики местные управления образования по договоренности с родителями и попечительскими советами устанавливают единый цвет формы. Фасон цвет школьной формы выдерживается в классическом стиле в единой цветовой гамме с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из-за спокойных и не вызывающих ярких тонов, отмечается в ведомстве. Подробнее о требованиях к одежде и о том, во сколько она обходится родителям, расскажут наши корреспонденты. До начала учебного года осталась неделя. Одежду и необходимые школьные принадлежности многие родители приобретают как раз в это время. Как рассказали в Управлении образования Западно-Казахстанской области, особых изменений в требованиях к школьной форме в текущем году нет. В каждом регионе выбирается определенный цвет формы выдержанных неярких тонов. В ЗКО таким цветом стал темно-синий. При этом в одежде допускается смешивать не более трех цветов. Смешение трех цветов разрешается. Разрешается, согласно мнению родительского комитета, родителей, попеческого совета, обозначать какие-то шевроны, знаки какой-то определенной школы. Мы посоветовали в прошлом учебном году обсудить с родительскими комитетами следующий вопрос, чтобы был единый цвет по области темно-синий. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Для мальчиков школьная форма включает пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, либо трикотажную, кофту, на пуговицах или замке, рубашку, полу или тенниску. В зимний период – трикотажный жилет и водолазку. Брюки для мальчиков свободно укроя и по длине закрывают щиколотки ног. Для девочек школьная форма включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую буску, либо трикотажную, кофту, на пуговицах или замке, рубашку, полу или тенниску. В зимний период – трикотажный жилет, сарафан, водолазку. Брюки для девочек также свободно укроя и по длине должны закрывать щиколотки ног. Облегающие брюки не приветствуются. Набор даже такой самой необходимой одежды обходится родителям в круглую сумму. Обходится очень дорого, конечно. Костюм школьный, рубашка, футболка, спортивный костюм. Кроме этого у нас еще, значит, кроссовки. Ну вот сейчас нам почитали где-то около 65 тысяч, плюс кроссовки где-то 15 тысяч. Это не считая школьных принадлежностей, не считая рюкзаков, ничего. Только одежда. Представители магазинов одежды при этом говорят, что при покупке школьной одежды исходить необходимо прежде всего из своих финансовых возможностей. Предприниматели утверждают, что на прилавках всегда есть бюджетные варианты. Каждый родитель одевает по своему карману. Сейчас одевают больше бомберы для девочек, для мальчиков. Трикотажные рубашки, жакеты это называлось, батики что ли раньше. Вот. И одевают преимущественно мягкая сетчатая обувь, кроссовки. Бесплатно школьную форму сегодня не раздают. При этом семьи, относящиеся к социально уязвимым своям населения, могут рассчитывать на помощь от государства в размере 40 тысяч 567 тенге. Эта сумма выделяется специально для приобретения одежды и канцелярских товаров. Чтобы получить эти деньги, родителям необходимо предоставить соответствующие документы. В Министерстве образования также напоминают, что школьникам запрещается носить джинсы. Кроме того, обязательная школьная форма должна соответствовать светскому характеру обучения, без каких-либо предметов, характеризующих религиозную принадлежность.